В очередной раз на обсуждение была поднята тема внесения изменений в устав города, которые касаются прежде всего выборов главы города. Тема неоднозначная. С одной стороны, Слободской, как и другие города, прекрасно помнит систему управления городом, когда глава города одновременно был и главой администрации. С другой, назначение через комиссию вызывает много вопросов. Дело в том, что 12 мая текущего года вступил в силу закон Кировской области номер 534 о внесении изменений в закон Кировской области о местном самоуправлении в Кировской области, который изменил действующий порядок избрания глав муниципальных районов и городских округов. По окончании ваших полномочий меняется система. Глава муниципального образования, глава города Слободского избирается из состава кандидатов, отобранных конкурсной комиссией и осуществляет полномочия главы администрации города. Председатель Думы будет избираться из состава депутатов и руководить Думой. Соответственно, меняются и пункты в уставе города, касающиеся полномочий главы города и председателя Думы, а также ряда других. Еще предлагается важный момент. В случае досрочного прекращения полномочий, главы города и его полномочия временно исполняют должностное лицо, назначаемое решением Слободской и Городской Думы. Вопрос неоднозначный. Каждый раз при внесении на обсуждение вызывало много споров. Были не согласны и на этот раз. Вот при такой системе, которая нам предложена, лучше бы сразу предложили кого глава, все было бы ясно. Поэтому закон, конечно, он абсолютно ухудшает то положение в России, которое есть. То есть нарушает принципы демократии. Под это и сделано, чтобы кто-то свой у них там был. И в области, и в стране, и везде. На местах можно долго спорить и рассуждать, но по сути внесение данных изменений в устав – это приведение его в соответствие с областным законодательством, которое изменилось нынешней весной. Закон Кировской области принят, он вступил в силу. То есть если устав сейчас, например, мы не принимаем, устав будет противоречить закону области, это будет действовать. То есть в данном случае мы решения-то никакого не принимаем. Решения за нас приняты. Мы приводим нормативно-правовую базу в соответствии с законом области. Мы можем это не принимать, но закон области будет работать. У нас много непродуманных законов, и этот один согласен. Я, например, тоже против такой системы, но в данном случае за меня уже решили. Андрей Викторович сказал, что у него такое есть мнение, да, у меня мнение наоборот, наверное, поддерживает данное решение. То есть первое – это выстраивается определенная вертикаль власти, да, и когда вертикаль выстраивалась там и в Советском Союзе, да, и это, наверное, никто не отрицал, да, и это было абсолютно правильно. Второй момент, второй момент. Вы скажите мне, пожалуйста, то есть на выборы всенародные может, в принципе, в соответствии с законодательством, да, там, выйти любое лицо. А я все-таки хочу видеть в кресле главы города-глава администрации, да, абсолютного профессионала, который справится с проблемами, там, города, да, там, на пятерку. То есть вот в чем, наверное, принципиально, там, вот моя, в частности, позиция по этому вопросу. Затягивать не стали. 13 из присутствующих депутатов проголосовали за изменения в устав, плюс к этому два голоса досрочно проголосовавших депутатов. Этого было достаточно для принятия решения.